Добрый вечер, это программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут мы продолжаем говорить о выборах. Главная информационная тема последнего времени и, наверное, еще в ближайшей неделе, как минимум, с удовольствием представляем гости студии Александр Довтян, депутат Харьковского областного совета, лидер фракции «Европейская слабожанщина» и до недавнего прошлого кандидат в народные депутаты. Здравствуйте, Александр Цархисович. Добрый вечер. Эмоциональная, наверное, составляющая уже ушла. Можно более-менее спокойно, отстраненно даже где-то наблюдать за тем, что происходит. Или вы все-таки не очень отстраненно наблюдаете? Да нет, даже, вы знаете, совсем не отстраненно. Я вот чуть не опоздал на эфир, потому что те люди, которые мои избиратели, вот уже в офис ко мне ходят на прием. Поэтому очень много людей, очень много вопросов. То есть жизнь продолжается и не имеет значения депутат областного совета, депутат Верховного совета. Люди живут в нашей области, в нашем городе, надо этими людьми заниматься. Поэтому все продолжается. Наоборот, еще мы темп увеличили. А что касается именно выборов, вы следите, естественно, следите за тем, что происходит в Харькове. Вот ваши все-таки характеристики, вы уже можете спокойно об этом говорить, потому что, в общем-то, против вас уже никто и ничто не работает. Однако что-то, наверное, работает против других кандидатов. Да, против меня ничего не работало. Я не обращал на это внимания. Вы знаете, надо идти к своей цели, к своей дороге. Я это и продолжаю делать. Еще раз повторю, не имеет значения, в каком статусе. Главное работать и главное делать то, что избирательная кампания не очень чистая. Ну, это видят все харьковчане, это все известно. Продолжаются подкуп избирателей, продолжаются какие-то пиар-ходы. Ну, это было во время всех избирательных кампаний, особенно там, где мажоритарная округа. У меня имел опыт такой, там, десятилетний, двенадцатилетний уже давности, когда у меня на округе в Горсовет выставили двойника. Могу сразу сказать пиарщикам, это не работает. Вот, если я не ошибаюсь, по цифрам выборов в Горсовет, я набрал более пятидесяти, там, с чем-то процентов голосов, а мой двойник взял менее одного процента. Это абсолютно бабушка, которая там без очков была, и она не, ну, вот, ошиблась. Если на это рассчитывать, то это, ну, это ни к чему не приводит, это мелочь. Ну, это, может быть, сработает в ситуации, когда, ну, совсем, что называется, ноздря в ноздрю идут, да, вот, кандидаты, тогда вот, наверное, технология... Да, может быть, этот один процент повлияет. А что касается информации, вы упомянули технологии двойников, но, помимо этого, есть, ну, фактически, информационные войны ведут, насколько, конечно, позволяют бюджеты, там, кандидатам, друг против друга, в том числе, как ни странно, опять же, внутри демократического лагеря условного, да, вот, вот, вот с этим как, насколько... Вот это самое противное, что внутри одного лагеря люди не могут договориться. Ведь меня сняли ради того, чтобы был мир и покой внутри демократического лагеря. Да, цена была дорогая. За то, что сняли меня, наши коллеги или оппоненты, не знаю, как сказать, 9 округов сняли. Да, действительно, лучше, чтобы 9 человек прошло в Верховный Совет от нашей политической силы, чем один давтян, да, был явный лидер, но так получилось. Но я же член команды, я этим пожертвовал. Это нормально. И вот, что происходит сегодня в Харькове, те люди, которые до выборов все время говорили о том, что надо выдвинуть единого кандидата, надо выдвинуть, а потом сами и не снимаются. И разговор идет о том, что они же идут на местные выборы. И когда им задаешь вопрос, можно прийти на местные выборы в числе проигравших, все взяли по 2%, ну и вы придете на местные выборы. А можно прийти в команде победителей. Кто-то депутат Верховного Совета, там, какие-то депутаты областного совета. Это будет коллектив. Так вот, демократы не могут договориться, к сожалению. Но это не потому, что они демократы, это потому, что так просто складываются. Да, у нас же, да, ну странно так получается. Вчера были не демократы, сегодня демократы, потом опять не демократы. Хотя, ну, бог им судья. Что касается мотивации избирателей, мы уже говорили о том, что и вы сегодня говорили о том, что продолжаются подкупы, там, скрытые, открытые. Открытого, наверное, уже так особо и нет. В общем-то, это такой более-менее заболе. Гречка закончилась. Гречка закончилась, да. Дорогая, кстати говоря, наверное. Но вот в отношении мотивации, опять же, вот за что и за кого, по-вашему, будут голосовать избиратели? В принципе, как делается выбор? Вы общались со многими на округе, да? Вы понимаете, чего ждут, да, и за что будут голосовать в итоге? За что и за кого? Люди ждут, чтобы на них обратили внимание. Люди ждут, чтобы с ними общались не только во время избирательной кампании. Многие люди обижены за то, что их, на их взгляд, неправильно оскорбили. У меня на округе есть очень много людей. Вы извините, я продолжаю. У меня на округе. Но я этот округ уже не оставлю никогда в жизни. Ну, я родился в этом округе, поэтому мне деваться некуда. Наверное, и закончу на нем, потому что родители мои покоятся тоже в Киевском районе. Так вот, многие люди обижены на то, что их несправедливо оскорбляют. С людьми надо разговаривать. Очень много людей в Киевском районе, особенно район Северной Салтовки, которых незаслуженно обвинили в сепаратизме только за то, что у них доброе отношение к России. Не к руководству России, а к России. Какое это доброе отношение? Многие люди подходили на встречах и говорили о том, что у нас могилы родителей в Белгороде. Мы сами русские. Почему нас обзывают сепаратистами? Я вел с этими людьми беседы. Я их убедил. Это граждане нашей страны. Это жители нашего города. Это жители нашей области. Это наши граждане. Поэтому вот с людьми надо общаться. С людьми надо говорить не только во время выборов. Это главный посыл. Работать с людьми. Люди – это не биомасса, как называют какие-то наши политики. Это люди. И к ним надо относиться как к людьмам. Как к людям, извините. Заговариваясь. Да, получается, что личный контакт. И получается, что, опять же, это зависит от, не знаю, если позволите, масштаба личности. Скажем так, успех или не успех. Я об этом-то тоже и спрашивал. Получается, что не читают программы. Или не голосуют за гречку. Читают. Читают все-таки. Но насколько какие-то там программные положения, насколько идеология важна. Читают программу. Мы говорим о том, что люди-то забиты, их обдурить. Дал килограмм гречки, банку тушенки и все. Бедные люди, несчастные. Да, возьмут гречку. Но голосовать будут за кого, посчитают нужным. Еще раз повторю. К людям надо относиться как к людям. С ними надо разговаривать. Все люди грамотные, все люди понимают. Я за время избирательной кампании не подарил, не дал никому ни одного килограмма чего-либо продукта. Я просто с людьми общался. И вот этим общением я добился, что... Да, я был лидером в гонке по Киевскому району. Людей надо видеть. А у нас только лозунги. Почую кожного. От того, что почую, это ничего не дает. Людям и отвечать что-то надо. А лучше всего еще и дела какие-то делать для этих людей. Вот вы знаете, сегодня для меня радостный день. Пришла одна женщина и придет ко мне в понедельник на прием. Ее кинули за дом. Грязные менты. Грязные почему? Потому что служба милиции, которая, ну, несправедливо ее где-то там начали приезжать. Там есть много честных людей. А есть там, которые приходят, ну, как и в любой сфере. Люди приходят грязные, которые хотят только... Я не знаю, только стяжать хотят. Так вот, мы у этих ментов забрали дом. И вернули его человеку. Одинокой женщине, которая... Вот нету никого. Никто ее не защитил. Мы защитили. Вернули дом человеку, за который ее кинули, грубо говоря. Для меня это праздник. Вот это вот то, к чему я стремился. Так вот, с этими людьми надо жить, работать вместе. И не только во время избирательной кампании. Давайте поговорим о средствах массовой информации. Председатель профильной комиссии облсовета. Это ваши компетенции. Насколько, по-вашему, опять же, чисто или грязно, когда мы об этом говорим, дело обстоит в наших местных СМИ, в освещении выборов? Ну, вы знаете, я могу только порадоваться за телекомпанию, к которой я имею отношение. Ни одного иска, ни одной грязной технологии. А предложений было много. Обливать грязью какие-то ролики, фильмы против кого-то. Это, я считаю, это недостойно. Говорите о том, какие вы. Не надо кого-то обливать грязью. Я ни одного из своих оппонентов не опорочил. Кстати, хочу сказать, что там у меня было на округе 18. Ну, и там, как бы, лидеров приблизительно 5-6 человек. Я со всеми знаком, со всеми в нормальных отношениях. И дай бог, выборами жизнь не заканчивается. Надо дальше жить, смотреть в глаза. Это тоже такая гонка. Ну, кто-то победил, кто-то проиграл. Это прям как спортсмены относятся. Нет, но тут как раз такое, что не главное участие. Главное победить. Но я считаю, что я избирательную кампанию провел чисто, в белых перчатках, не замарав ни себя, ни своих избирателей, ни своих оппонентов. А вот жизнь для избирателей, она была, есть и будет. И продолжается. Еще раз говорю, вне зависимости от того, на каком посту я буду находиться. Сколько будет сил и возможностей, я буду работать для этих людей. Мне это нравится. Вот говорят, какая у вас корость? Да никакой корости. Бабушке дом вернули. Где-то там усмирили людей, которые, как они называются, которые долги вышибают для банка. Коллекторы. Коллекторы, да. Где-то их усмирили, потому что они вели себя по-хамски. Натуральные ракетеры. Где-то еще. Ну, помогаем людям. Это главное в жизни. Давайте еще немножко тогда взаимоотношениям. Для вас, да, вы в хороших отношениях, вы знакомы со всеми. Но, опять же, повторюсь, такое чувство, что, когда смотришь за поведением во время предвыборной кампании, ну, вот вроде бы искренне люди ненавидят друг друга. Я не знаю, насколько это правда или нет. Но взаимоотношения между кандидатами. Почему они не общаются друг с другом, ну, собственно, так, как принято во всем цивилизованном мире? Почему не, на ваш взгляд, конечно же, не устраиваются дебаты, о которых мы тут уже вот... А дебаты все боятся. А почему? Не знаю. Я не боюсь, я готов дебатировать с кем угодно. У каждого человека есть своя точка зрения. Есть вопросы, в которых, наверное, мои оппоненты сильнее меня. Но это не значит, что я должен не выходить... Ну, я много лет боксом занимался. Ну, в детстве, да, в молодости. От дебатова к боксу сразу пишите? Нет, я занимался видом спорта, который предполагает, выходишь на ринг один на один, нет команды, а ты один. Да, вот сильный противник, слабый, но выходить надо. Поэтому и дебаты – это такая вещь. Есть вопросы, в которых, наверное, юрист больше меня понимает. Вот у нас на округе был и есть. Один юрист, один экономист. Но я готов с ними поспорить о чем-то. Я тоже там какой-то экономист. Поэтому дебаты – это когда зрители видят, твои избиратели, видят твое лицо, видят твое понимание жизни, понимание данной проблемы. Можно спорить, можно говорить, ну, я не знаю, почему не выходят. Вот, ну, повелось. У нас и президент не приходил на дебаты. Кандидат в президенты. Было, к сожалению, да, это с 2004 года, по-моему, такая история. Да, почему? Потому что, получается, один президент не говорящий, а второй там путается в писателях и поэтах. Украинские они или не украинские. О чем он может дебатировать, если с той стороны придет человек, ну, там, подготовленный, получше. Поэтому и боятся. Или выставляют вместо себя, присылают кого-то. Я смотрел несколько дней назад, там какая-то передача была, Шустера, по-моему, там тоже руководители избирательных гонок присылают вместо себя кого-то. Тоже сами не ходят. С народом не общаются. На Западе, если человек не общается с народом, его не выберут никогда. А здесь, опять-таки, наверное, вот система неправильная. И рано или поздно это пройдет. Уже молодежь мыслит по-другому. Еще давайте о судьбе вашего, тоже позвольте себе, вашего округа, округа, по которому вы баллотировались. Так или иначе, огромное количество людей, которые хотели голосовать за вас, и вы не призывали, насколько мне помнится, то есть, как-то их голосовать за какого-то из оставшихся кандидатов. Это так? Да, это так. Во-первых, я считаю, это глупость. Это не голоса, которые у меня в кармане. Те люди, которые хотели голосовать за меня, это люди абсолютно разных политических взглядов. Они хотели голосовать за меня, но за разные партии. Да, я их призывал, я член команды Порошенко, я их призывал голосовать за нашу политическую силу. И за меня. Но так как нет от Порошенко в этом округе ничего, никого, я думаю, люди разберутся. Очень важны посылы, которые они получают. Еще раз говорю, вот, например, премьер-министр вчера заявляет, что надо с Россией вести визовый режим. Я бы хотел, чтобы, когда в следующий раз он приедет, может быть, до выборов приедет, пусть поедет не на границу смотреть, как забор строят, а пусть поедет на Северную Салтовку, где 80% населения имеет родственные связи, 40 километров в Россию. Пусть для них сделает визы. Они за него никогда не проголосуют. Тогда. Это глупость. Зачем мы себя хотим отделить? Визы. Забор? Да. Чтобы не было контрабанды, чтобы не было бандитов, не было там пересечений вооруженных каких-то банд. Это да. А визы для людей? Поехать на могилу к родителям, и надо брать визу? Ну, это глупость. То есть, наши политики опустились бы на землю и пошли бы по кругам общаться, а не приходить в какие-то там кабинеты, им собирают аудиторию, все руководители предприятий, их подчиненные, и они перед ними умничают. Пусть общаются с людьми, с народом. Я каждый день веду приемы. Каждый день. Помимо того, что во время избирательной кампании очень много встреч было, каждый день 30-40 человек. Спуститесь на землю. Знаете, как будьте попроще, и люди потянутся к вам. Что ж, я хочу поблагодарить вас за участие в нашей сегодняшней программе. Время подошло эфирное к концу. Осталась неделя. Надеюсь, что мы еще на этой неделе обязательно встретимся. Не один раз увидимся. Да, и поговорим о том, что будет продолжать, потому что последняя неделя по традиции готовят самые неприятные, как правило, сюрпризы для участников гонки. К сожалению, это так. Ну, будем смотреть. Спасибо еще раз, что были гостем. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова